Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Капитальный ремонт в действии. Как выполняется федеральная программа на территории Анапы? Народов много, страна одна. Под таким девизом прошел в нашем городе всероссийский этнографический диктант. Лучший прозаик России живет в Анапе. Сергей Левин стал победителем литературного фестиваля «Поэзия русского слова». Осадки, выпавшие в Анапе в первой половине сентября, в пять раз превысили месячную норму. Стихия заметнее всего разгулялась в городе, а также в Анапском, Виноградном, Джигинском, Гастагаевском сельских округах. К счастью, случаи подтопления домов были единичны. Опасные природные явления, а с каждым годом они возникают все чаще, для домовладельцев должны как минимум стать поводом оформить страховку на имущество. Муниципальные власти, кроме существующего комплекса превентивных мер, примут меры к самовольным строителям. Проверить застройку на территориях, подверженных риску подтопления и начать претензионную проверку, поручил глава курорта на планерном совещании. Улица Красная в станице Анапской строили на периферии, не задумываясь о последствиях и не обеспечив соблюдение элементарных правил безопасности. Низинный участок расположен у анапских плавней. При затяжных или интенсивных ливнях большой воды не избежать. На планерном совещании глава Анапы поручает заместителю, отвечающему за работу в области ГОИЧС, в течение недели подготовить распоряжение о мониторинге территорий, подверженных подтоплению. Хаотичная, индивидуальная и самовольная застройка усугубила ситуацию. Ни застройщики, ни владельцы домов ответственность нести не хотят. Вместе с муниципальным контролем ГОИЧС должны проверить все территории и определить новостроение. И определить, давали ли разрешение, либо это самостоятельно. И принять конкретные меры. То, что я вчера увидел на улице Красной, в станице Анапской, не поддается никакой критике. Муниципальный контроль сделал запросы. Разрешение на строительство этих домов в Анапской администрация не выдавала. Право собственности получено, как обычно, через суд. Но вот в любой нештатной ситуации сигналы бедствия летят не в суд, а городским властям. Также в судебном порядке надо доказывать шаткость положения самостроя, в том числе с точки зрения безопасности. Сергей Сергеев ждет от подчиненных конкретных действий. В текущем году капитальные работы запланированы в 11 многоквартирных домах. В частности, в двух из них отремонтируют кровлю, а в совокупности заменят 10 лифтов. Объекты обошла первая заместитель главы города-курорта Анжелика Базунова. По ее словам, изменения в законодательстве значительно расширили возможности собственников. А задача администрации – помочь их использовать и показать, что федеральная программа на территории муниципалитета работает. Он уже в этом году 12 раз ломался. Этому лифту в доме на Крылово-6 более двух десятков лет, а в городе-курорте около 40 машин, срок службы которых подходит к концу. Однако 10 из них необходимо заменить в ближайшее время. По словам первого заместителя главы города-курорта Анжелики Базуновой, это фактически первоочередное направление, так как речь идет о безопасности жителей и гостей. В 103-м доме по улице Ивана Голубца необходимо заменить два лифта. Два месяца назад лифты останавливала служба, потому что нельзя было дальше продолжать эксплуатацию. У нас много инвалидов, много больных. Некоторые уезжали к родственникам жить на этот период. Вот, вы теряете. И потом собрали, специалисты приехали, сделали повторное обследование и на пять лет продлили пока еще эксплуатацию, отремонтировали. Вместе с тем лифтом уже четверть века их замена назрела. На эти цели предусмотрено 3 миллиона 600 тысяч рублей. На счету у жителей лишь немногим больше 200 тысяч. Остальное придется отдавать со временем по мере сбора средств. У фонда фактически берут займы. Этот дом в 12-м микрорайоне сдан в 1977 году. Жители показывают потеки на стенах, говорят, что кровля пришла в негодность. Ее будут капитально ремонтировать. На каждый выплаченный жильцами рубль придется более 10 рублей из фонда капремонта. Первые в очереди дома построены давно, а программа действует всего несколько лет, поэтому средств собственников пока недостаточно. Анжелика Бузунова говорит, что в этом году законодатели разрешили занимать больше, чем на три года. Это расширило пространство для маневра. Всего в этом году капитальные работы планируется начать в 11 домах. В следующем году, я думаю, что у нас в два раза больше домов попадет уже в эту программу. Во-первых, жители увидят, что это действительно работает программа. Когда увидят, что и меняют лифты, и меняют кровли, будем менять системы отопления, внутренних сетей. Поэтому я думаю, что в следующем году и жители будут более активно собирать средства. На середину октября назначен конкурс. В ноябре планируется начать работы. Крайний срок их окончания – лето 2017 года. Не пройти, не проехать. О бездорожье на улице Ереванской в Анапской главе курорта рассказала жительница станицы. Анастасия Гонина пришла на личный прием мэра. Сергей Сергеев побывал на месте и поручил управлению ЖКХ найти решение. На прием к мэру мама Настя и годовалая Вика пришли как в последнюю инстанцию. После пустых ответов служб и ведомств лично рассказать Сергею Павловичу единственный короткий путь. К благам цивилизации окончательно размыло дождями. У нас просто по улице Ереванской поднимаемся на остановку. У нас есть заасфальтированная дорога, где можно подниматься на остановку, но проблема в том, что идем мы по самой дороге. Запланировать ремонт можно только на будущий год. Объемы выполненных дорожных работ в округе немало. И в 2016-м на дороге в Анапске ушло больше 20 миллионов рублей из бюджета и внебюджетных источников. Но каждый отдельный случай можно и нужно рассматривать индивидуально. Я обязательно приеду, посмотрю, что там у нас хорошо и будем делать. С дочкой Анастасия ходит на прогулку по делам и магазинам. Малышку не с кем оставить. Каждый день приходится преодолевать крутой подъем. А вечером, забрав старшего сына из сада, возвращаться домой по ямам и ухабам. Мы, например, в 7 часов мы только с садика идем. Просим дядю, чтобы отчим нас забрал. Потому что невозможно вечером здесь идти. Хотя бы, чтобы вот здесь поставили, вот здесь или вот здесь фонарь поставили. Потому что ночью здесь надо идти с фонариком, потому что, чтобы по этим камням не упасть. Побывав на месте, Сергей Сергеев дает поручение найти возможности привести в порядок проблемный участок. Для начала здесь должен пройти грейдер и в ближайшее время. В упадке прибывает автобусная остановка. Подростки хозяйничают по вечерам, говорят станичники. И прячутся от дождя по магазинам в ожидании маршрутки. На то, чтобы вернуть остановке нормальный вид, больших денег не надо. Сергей Сергеев определил сжатые сроки для решения и этого вопроса. Кто такой Толбабай? На скольких языках говорят жители России? Какой народ празднует Исаах? Это лишь несколько вопросов из большого этнографического диктанта, который сегодня впервые провели по всей России. Инициатор проекта – Федеральное агентство по делам национальностей. В Анапе диктант провели в гимназии Авроран, куда смог прийти любой желающий. Полина Жилева приехала в гости к дочери из Иркутска. О том, что сегодня будут проводить тестирование, узнала еще дома. Говорит, что на Малой Родине подобные тесты на эрудицию очень популярны, и она ходит на них вместе с детьми. Решила не изменять своему увлечению, тем более, что организаторы сделали мероприятие полностью открытым. А народу уже интересно узнать больше. Столб народу приходит на обычные эти диктанты. Они в вузах у нас проводятся. Желающие попробовать себя разместились в двух гимназических классах. Их более 30 человек, в основном старшеклассники. За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 вопросов, которые касаются Конституции России, истории этносов, религий, народных промыслов, кулинарии. Мы живем в национальном крае, многонациональном крае очень. Мы живем в многонациональном городе. И кроме того, этот город принимает огромное количество гостей тоже разных национальностей. И не только тех, которые проживают в России. Поэтому любое знание языков, любое знание культуры, оно всегда будет приветствоваться. А тем более в таком городе, как Анапа. Педагоги говорят, что ответов не найти в школьной программе. Сергей Янукиян, потомок известного историка, говорит, что интересуется предметом, включая разные ответвления с самого раннего детства. Дома большая библиотека, кроме того, читает статьи в интернете. Мне кажется, там ничего такого трудного не было. Я люблю историю разных народов изучать. Ведь мы живем в многонациональной стране. И мы должны знать историю и культуру народов, которые населяют. И если ты увлекаешься этим, то ты сможешь это написать. Организаторы ожидают, что в просветительской акции «Большой этнографический диктант» примут участие около 40 тысяч человек в 85 регионах России. Тестирование анонимное. Свой результат можно будет узнать по номеру 4 октября на сайте проекта. Там же разберут типичные ошибки. По итогам специалисты предложат скорректировать школьную программу по предметам, связанным с этнографией. В Анапе завершился второй всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Поэзия русского слова». Целью фестиваля стало приобщение молодежи к культурному наследию народов России, выявление и поддержка новых дарований в поэзии. В течение трех дней несколько десятков участников показывали свои таланты в поэзии и прозе. По единому мнению жюри, победителем стал поэт и прозаик Сергей Левин. Небольшой рассказ «Непоэт» в номинации «Проза» и в категории «Мастер» принес Анапчанину первое место. В прошлом году я хотел участвовать в конкурсе и написал рассказ, собственно, «Непоэт», с которым я участвовал в этом, потому что что-то не срослось, не было настроения, и я, в общем, не подал заявку. И получилось, что вот год этот рассказ отлеживался, никуда я его не публиковал, не посылал, он просто ждал своего часа. И оказалось, что вот этот час настал, и рассказ выстрелил. Рассказ очень небольшой, он всего три страницы, называется «Непоэт». Но в этих трех страницах я постарался вложить идею о вечном пути и вечном возвращении, и о том, что молодость никогда не поймет зрелость, а зрелость никогда не поймет молодость, потому что каждый смотрит со своей колокольни. Но на достигнутом писатель не останавливается. Уже сегодня он принимает участие в международном фестивале «Берега дружбы», который состоится в Таганроге. Он объединит авторов-переводчиков из России, Белоруссии и Украины. На проекте конкурсанты представят свои литературные адаптации белорусских поэтов. Это новая веха в творчестве писателя Сергея Левина. Но он надеется, что участие в событии принесет не только положительный опыт, но и победу. 6 октября в Краснодаре пройдет шестая агропромышленная выставка. 20 анапчан представят свою продукцию в таких кластерах, как пивоварение и безалкогольные напитки, продовольственные товары, растения водства, рыбоводство, садоводство, пчеловодство, товары народных промыслов, виноделий и агротуризм. Кубанская ярмарка – это не только своеобразный смотр достижений товаропроизводителей в области сельского хозяйства, но и хорошие возможности реализовать свою продукцию, а также обменяться опытом с коллегами. А за символы России, которые будут изображены на новых банкнотах Банка России в 200 и 2000 рублей, можно еще успеть проголосовать. Нужно выбрать двух самых достойных претендентов. И, возможно, ваш голос станет решающим при подведении итогов. Напоминаю, что в финал попал и Сочи. Проголосовать можно на сайте твояроссия.рф. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.